Когда откроют БСМП? Это первый вопрос, который задали губернатору Рязанской области Николаю Любимову на итоговой пресс-конференции. Мы считаем, что после прохождения процедур, это, надеюсь, марта уже первых пациентов БСМП принято. Николай Любимов рассказал, что это будет самый современный комплекс в области с самым передовым оборудованием. Также глава региона рассказал о том, что ведется строительство туб-диспансера. Помимо этого, в 2020 году планируют сдать 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 детских садов и 2 школы, строительство которых ведется в Дядьково и Горроще. Другой важный вопрос – это экология города, массовый падеж птиц. Николай Любимов ответил, что вопрос этот решается. Тела пернатых отправлены на экспертизу. И уже есть ответы. «Были проведены все необходимые проверки. Что касается первых птиц, которых нашли, там действительно была в теле обнаружена дробь. Труд упражнялся, видимо, не знаю кто. Случа с нахождением мертвых птиц. Тушки направлены были в лабораторию. Четко, абсолютно указано, что токсины стали причиной смерти этих птиц через желудочно-кишечный тракт». Поговорили о частных проблемах жителей региона. Были заданы вопросы о военном городке Желтухинском, где людей выселяют из квартир, а также о поселке Ворские, где жители взимают плату за услуги, которых по факту нет. Николай Любимов рассказал, что работа по этим проблемам ведется. Другой важный вопрос о новогодней столице России 2020. Глава региона рассказал, что в городе появится еще больше украшений, а также планируется проведение большого числа мероприятий. Из 10 парковых объектов, обещанных к празднику, сделано 7. Губернатор заверил, что к Новому году работы в них будут завершены. Поговорили и о наболевшем вопросе, дорогах и их ремонте. Николай Любимов заверил, что в 2020 году ремонт будет проведен вовремя. В следующем году, чтобы этого не повторялось, я требование это озвучил уже летом, было необходимо, чтобы в комплексной процедуре необходимо, ну, во-первых, проектно-смертная работа в прошлом году, в этом или иной году она быстрее существовала и раньше началась. Во-вторых, комплексный процедурный ремонт непосредственно, они уже в этом году проведены, где-то на 70% уже проведены. Остальные 30% будут разыграны в январе 2020 года. И когда погода позволит, то начнутся работы на дорожном полотне. Обсудили также строительство южного обхода и продолжение северного. Итоговая пресс-конференция губернатора Рязанской области прошла в новом формате. Помимо журналистов были приглашены и блогеры. И многие могли задать интересующий их вопрос. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».